Александр Григорьевич, позвольте продолжить большой разговор о перезагрузке системы образования. Состоялся совсем недавно на Республиканском предсовете. Очень много говорили о патриотическом воспитании. Отсылка ясна, потому что прошлый год был такой тяжелый для страны. Но в телеграм-каналах сразу стали разжигать, нужно нам это патриотическое воспитание, не нужно. И вот мой вопрос о таком расхожем термине, понятии военно-патриотическое воспитание. Как в принципе будет организован этот процесс в Беларуси? Вот вы сегодня уже немножко сказали про военруков, их роль, что это в первую очередь безопасность. Нужно. Мы знаем, что это нужно. И мы это будем делать. Решение принято. Правильно, исходя не только из прошлого года. Прошлый год просто подхлестнул эту волну. Мы видели, что мы недорабатывали в этом плане. Ну, надеюсь, что как и взрослые люди, ну а что там патриотизму воспитывать, обучать и так далее. Это и так понятно. Оказалось, надо. Оказалось, не всем понятно. Что касается вашего второй части вопроса по поводу военруков, как вы их назвали. Знаете, я бы точнее их назвал, я об этом уже сказал, вот в классе вы упомянули. Я бы их назвал не военно-руками. Я бы их назвал основными лицами, отвечающими за безопасность школы. Ну, естественно, безопасность сродни и патриотическому, и военно-патриотическому воспитанию. Поэтому он и этим должен заниматься. Но главное – это безопасность школы. Здесь дети должны себя чувствовать безопасно, и родители не должны переживать. Это основное направление. Он должен помочь директору, руководству школы обеспечить безопасность в школе. И воспитывать детей в духе этой безопасности. Потому что можно поставить на каждом углу офицера безопасности, а безопасность не обеспечить. Если мы самих детей к этому не приучим, если они не будут беречь эту безопасную среду. Поэтому вот это главное для этих военных, которых мы направляем в школы. Ну и второе – этот человек должен знать коллектив. Он должен знать, кто чем дышит. Он должен знать проблемных детей и проблемных родителей. И оказывать помощь директору. А военно-патриотическое воспитание – это прежде всего семья, директор школы, руководство школы и весь педагогический коллектив. Ни один военный патриота не воспитает. Эта среда должна быть создана. Ну а военный как основной винтик в этой среде. Сергей Григорьевич, позвольте, вот на 9 сентября уже известно, что состоится ваша встреча с президентом России Владимиром Путиным. И ожидается, что там, конечно же, речь пойдет о союзных программах двух стран. И вот накануне посол Беларуси в России Владимир Ильич Симашко уже анонсировал их подписание. Как на самом деле сейчас обстоит дело с союзными программами? Все ли у нас готово? И остались ли какие-то вообще разногласия между вами? Вот прежде всего хочу подчеркнуть, сейчас же будут вякать. Сдаем суверенитет, независимость и так далее. Мы больше трех лет назад поставили перед правительствами два президента, помните, еще в Сочи поставили задачу. Нам надо сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве. Как-то это все замылили, таких ярких не было прорывных движений. И вот тогда, реагируя на требования народов, мы с президентом России приняли решение, начиналось в Сочи, помните, решение сделать какие-то шаги. Потом специалисты собрались, выработали дорожные карты, они превратились в настоящую союзную программу. Это уже будут подписанные договоры к исполнению, это не просто карта, по которой идти кто-то будет. Поэтому мы их сделали союзными программами и подписав их, а мы примем на высшем госсовете их, сейчас правительство, поручим правительству, если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го, то 10-го, 11-го правительства соберутся, они рассмотрят, они примут эти программы, а потом мы их утвердим на высшем госсовете. Такая практика, потому что это серьезная вещь. Ну что такое, допустим, если у нас единое экономическое пространство, есть проблема прослеживаемости движения товара, вот на вчерашнюю злобу дня мы вчера рассуждали с нашим руководителем таможенного комитета, товар пересек, Россию идет, Беларусь идет, границу. Мы должны видеть, куда он прошел, какие пошлины, какие налоги уплачиваются, прозрачность должна быть. И мы договорились, цифровизация полная этого процесса, чтобы мы сидя в любом кабинете компьютера, мы увидели движение товара. Нормально, нормально. Вот это была, это одна из программ. Дальше, если мы хотим более тесного экономического единения, то мы должны знать, какие налоги кто уплачивает, какая база у них, какая у нас. И мы тоже это цифровали и приняли как единую программу. Ну и вот таких 28 программ. Что в этом плохого? Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы видим недостатки в Советском Союзе, мы видели недостатки и видим в Евросоюзе. То есть выстраивая наши отношения в Союзе, мы можем этого избежать, не принимать. И я сказал, что сегодня мы настолько образованы и умны, что не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, мы можем выстроить такие отношения, которых нет в унитарных государствах. Ни федеративных, ни в унитарных. Зачем кого-то куда-то там внедрять или в состав вводить? Беларусь в Россию, а Россию в Беларусь. Не надо включать никого. Надо выстраивать отношения как два суверенных государства. Ну вот смотрите на злобу. Самый яркий пример. Это одна из программ. Военно-техническое сотрудничество, оборонное сотрудничество и государственная безопасность. Два суверенных государства. Но мы же выстроили свои отношения. У нас, считай, единая армия, основу которой на западном направлении составляет белорусская армия. Не дай бог война. Белорусская армия вступает в эту драку первой. И сразу же западная часть вооруженных сил России подключается. И мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику. Но выстроили как суверенное государство. Это же главное. Выстроили. Поэтому нет необходимости сегодня разрушать суверенитет и независимость государства. Это очень выгодно для Белоруссии в экономическом отношении, во всех отношениях. Очень выгодно это и для России. Россия будет четко понимать, что такое для них Беларусь. И какую роль Беларусь по разным направлениям способна сыграть в судьбе самой России. События в Афганистане. Который день эта тема нисходит с первых полос мировых СМИ. Хотелось бы узнать, каков ваш прогноз развития ситуации в регионе. И как вы оцениваете уход США из этой страны? Все-таки это фиаско? Позорное бегство или спланированная акция? Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство. Это фиаско иначе быть не могло. Изначально. Еще не было и не будет той силы, которая победила бы Афганистан. Поставила бы на колени. Никогда этого в истории не было. А вот этот хаос, который показывают в аэропорту и так далее, знаете, это, конечно, грустно. Но не надо это возводить в абсолют и думать, что вот американцы такие безмозглые и так далее. Слушайте, больше двух триллионов они угрохали на эту войну. В 85 миллиардов долларов, мне вчера Рахмон назвал эту цифру точно, американцы вложили в создание там оружия, переброску оружия и все это там оставили. Все там оставили. Поэтому, да, Кабул Кабулом. Суеты было действительно много, но нам ни в коем случае нельзя на это отвлекаться. Нам надо думать о глубине. И вы правильно сказали, американцы не глупые люди и они могут сыграть в долгую. Самое современное вооружение. Зачем оставили? Зачем? Как бы они должны были поступить? Они должны были сесть в вертолеты, самолеты, бронетехнику и выйти на территорию Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Никто бы не отказал принять американские войска с техникой. И было бы нормально. Но они же так не сделали. Они могли бы за одну неделю оттуда уйти. И вылетели бы спокойно, без суеты в Соединенные Штаты Америки. Но они этот план не приняли. Почему оставили оружие? Почему оставили боеприпасы, склады и прочее? Конечно, Байден об этом вчера и сказал. Китай, Синдзян-Уйгурский этот район, где мусульман немало. Китай главный враг для Америки. Надо давить с Афганистана. Место удобное. Россию подогревать через Центральную Азию. Поэтому я бы не торопился на основании внешних данных и факторов, то, что мы видим иногда по телевизору и так далее, делать вывод о том, что американцы такие безмозглые. Нам надо очень аккуратно оценивать ситуацию в Афганистане и думать о том, как сделать так, чтобы афганцам было хорошо. Мы воевать там не будем. Ни Россия, ни Центрально-Азиатские республики. Я вот со всеми президентами переговорил. Никто не хочет этой войны. Погибнут люди. Да и афганцы уже навоевались. Но люди там разные. В Афганистане люди разные. И к власти пришли эти разные люди. Поэтому надо время, пока все успокоится, устаканится. А нам надо работать на спокойствие. Так, как делают это китайцы. Отчасти россияне. Китайцы сразу заявили, мы поможем. Мы будем делать все, чтобы в Афганистане было хорошо. Это не только прагматизм. Это богатейшая страна по полезным своим ресурсам. Это Китаю нужно. Все нужно. И они будут инвестировать огромные деньги туда, чтобы создавать рабочие места. И для того, чтобы там было тихо и спокойно. Что касается Беларуси. Ну, вы знаете, мы мудрую, извините за нескромность, политику проводили в отношении Афганистана. Мы, Талибан, не запрещали. Мы не лезли в это. Мы старались сотрудничать с правительством, которое тогда было. Мы ни на кого не наваливались, не накатывали. На нас принять и показывать нечего. Мы проводили взвешенную политику. Я продолжу тему безопасности, Александр Григорьевич. На следующей неделе стартует белорусско-российское учение «Запад-2021». Наверное, никогда нельзя назвать геополитическую обстановку спокойной. Но сейчас она особенно накалена. И вот учитывая то, что НАТО продолжает усиливать свои позиции у наших рубежей, учитывая тот миграционный кризис, который, наверное, только набирает обороты и требует тоже от нас определенной концентрации, вопрос к вам, как к главнокомандующему. Чего вы ожидаете от этих учений? Алена, я пережил много таких учений, поэтому я хорошо знаю изнутри все это. Мы проводим учения для того, чтобы обучать, тренировать свои вооруженные силы. На случай, если не дай бог. А тревожных моментов достаточно. У нас союзная армия – это две страны. Вооруженные силы хоть очень похожи, но слаживание должно быть, если вдруг, не дай бог. Поэтому мы вместе должны учиться, потому что воевать нам придется вместе. Потом ответ простой. Коль есть армия, есть вооруженные силы, их надо готовить, их надо как-то объединять вместе, Беларусь и Россия. Поэтому будет задействовано там огромное количество войск на территории двух стран. От Калининграда до Владивостока. На всех полигонах. Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть. Она будет у нас. В Беларуси основная часть учений. У них на нескольких полигонах, там до десятка полигонов будет задействована. Он будет контролировать все учения. Он побудет на своем полигоне, я на своем, забегая вперед. И мы посмотрим, насколько готовы и слажены наши вооруженные силы России и Беларуси. У нас единая система ПВО, у нас единая политика оборонная. Поэтому есть армия, ее надо обучать и тренировать. Вот для этого мы и проводим. Но тема обороны, мы ни на кого не собираемся наступать. Нам это не нужно. И то, что они зашевелились, ну, наверное, они очень озабочены, что мы вот тут, знаете, чуть ли не Прибалтику отрежем. Вот по Сувалковскому коридору пройдем на Калининград и отрежем Прибалтику. Да никому эта Прибалтика не нужна. Нам, дай бог, свою Беларусь заселить. Я уже про Россию не говорю. Поэтому нам чужое не надо. Но мы учимся защищать свое. Вот я этого и, Алена, ожидаю от предстоящих учений. Что мы проведем слаживание наших вооруженных сил. Мы определимся, где у нас слабые места и дооснастим их. Хотя, в общем-то, сейчас более-менее нормально. В ближайшее время я подписал позавчера распоражение. Уже рассекречу его с Российской Федерацией. Они поставят нам, не буду говорить, какие деньги и что. Десятки самолетов, десятки вертолетов. Самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже купим у них С-400 нам. Они очень нужны, я уже об этом говорил. Словом, самое современное оборудование, мы дооснастимся. Если мы увидим на этих учениях, что нам надо где-то что-то еще, значит, мы купим Российской Федерации и поставим на вооружение у себя. Вот вся честная и открытая политика. Ну и потом мы же на учения приглашаем иностранцев. Пожалуйста, пусть смотрят. Спасибо. Мария Додалко, газета «Звезда», Александр Григорьевич. У меня вопрос такой больше про жизнь, житейский. Знаем у журналистов, что Ваш день рождения – это такая запретная тема? Нет, не запретная. Просто это, ну что такое день рождения? Ну что такое день рождения? С молодости, когда все радовались. Ах, день рождения, ах, день рождения. Ты на год стал старше. Но позвольте все-таки уточнить, какие пожелания, возможно, поздравления Вам особенно запомнились или, может быть, даже удивили? Написали картину, где я бегал в школе с автоматом. Девочка. Да, одна девчонка. Дочка, работа и служба безопасности, папа. Это такой важный в жизни моей был момент. Она довольно точно схватила этот момент. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина. Ну, вот это вот запоминается, особенно вот такие чувствительные. Когда мне говорят, а что вот там подарите, то, что своими руками сделаете, то мне и подарите. А остальное, ну, зачем, ну, что я с ним буду делать? Журналисты подарили мне майки, да? Раздевайтесь, работайте. Ну, все мои эти цитаты жесткие, резкие. Я думаю, что они бы пользовались популярностью. Уже будем сейчас производить, отшивать, процент будут нам отчислять. Мы это собираем и старикам. На эти деньги что-то покупаем. Поэтому такого особого и не запомнилось. Запомнилось то, что мы спокойно пережили этот день и вот пришли к первому сентября. Спасибо.